Много неожиданно случилась поездка в Херсон, для которой я выбрал автомобиль Киа. И хотя мы договаривались про Киа Сид, я как раз хотел примерить на себя, потому что рассматриваю в качестве покупки новый Сид. Но у Сида закончилась страховка, поэтому мне вместо Сида дали Соренто, на котором я уже ездил, но тем не менее не откажусь повторить. Тем более, что по трассе далеко я на нем не ездил, очень интересно проверить, как эта машина подходит для дальних поездок. Потому что в прошлый раз мне Соренто очень понравился, как большой классный семейный кроссовер, и теперь осталось оценить его в качестве машины для дальних путешествий. Ну думаю, что все будет окей. Хотя, конечно, Соренто в качестве покупки я не рассматриваю, потому что миллион с лишним гривен для меня сейчас too much. Отправляемся в малом составе, всего лишь с дочкой вдвоем, такого еще не было, чтобы мы с ней далеко ездили. Но думаю, что поездочка будет ок. И наше путешествие начинается с автомойки. Немного глупо мыть машину перед дальней дорогой, но так как я планирую ее по дороге фотографировать и снимать на видео, то попробуем помыть. Надеюсь, что мошки не загадят мне еще до того, как я доеду до первой локации по съемке. А если загадят, то потом придется долго и мучительно выпиливать это все в фотошопе. Выезжаем из Киева, время сбросить расходометр и посмотреть, сколько мы реально потратим солярки на поездку. Как обычно, я еду по Одесской трассе, до Умани держу 130 на круизе, а затем через, уже по обычным дорогам через Первомайский и Голованевск 110 со сбрасыванием в населенных пунктах до 80-ка. Ну и до скольки там можно будет ехать с учетом дорог и трафика. Здесь 2,2 литра дизель, автомат. Я рассчитываю уложиться в средний расход 8 литров. Посмотрим, как получится на самом деле. Чуть меньше половины пути позади. Мы в Умани на заправке Ока. Как обычно здесь будем обедать. Сейчас в кафе а-ля минут. Не получилось уложиться в 8 литров. 8,4 литра. Пока ремонты и все эти штуки я ехал в районе 90-100 литров. Было меньше 8 литров. Когда поехал быстрее, 130-2200 оборотов в минуту и расход начал уходить за 8 литров. Но, как по мне, для такой большой машины 8,4 литра неплохо. Да, возможно, современный немецкий двигатель может выдавать и поменьше. Но корейский пока вот так. Давайте посмотрим, сколько там места сзади. Большая семиместная тачка, которая весит почти 2 тонны. По-моему, 8,5 литров дизеля по трассе на скорости 130. Это нормальный результат. Музыка. 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 Остановились в Мегее немножко поснимать машину, передохнуть. Здесь устроили цивилизацию, скалолазный парк и все остальное. Не везде можно заехать машиной. Музыка. Не могу сказать, что я на 100% доволен работой подвески. Я ожидал, что будет покомфортней. По хорошей дороге, понятно, он идет просто отлично, а по такой, как обычная дорога на Одесской трассе, покачивает, потряхивает, чувствуется, что, как говорят умные автомобильные журналисты, здесь много неподрессоренных масок, это топовая комплектация на тяжелых дисках, и поэтому потряхивает сильнее, чем хотелось бы, и особенно вот такие вот неровности Асланта, частые, отражаются в салоне, и ты их чувствуешь гораздо лучше, чем стоило бы. Иногда возникает еще продольная раскачка, ну, редко, и не беспокоит. Ну, в целом, хорошо, но, как вот, мне кажется, Optima более комфортная, не так давно я на Optima ездил тоже далеко, и она мне показалась более комфортной, чем Sorento. Здесь я, кстати, еще до сих пор не могу найти полностью комфортное положение сиденья, все время мне чуть-чуть как-то хочется что-то изменить, но в целом, кресло хорошее. Что это, комфортно? Ну, мне круто вообще. Отлично, пойдем обеду. Как и следовало ожидать, когда поехали 110 и меньше, с обгонами совсем остальным, расход упал, и вот, за почти 300 км, средний 7,4 литра. Так он колебается 7,2, 7,5, в зависимости от рельефа и от того, как много я обгоняю. Динамики мотора более чем достаточно для трассы, все обгоны дарятся очень легко, что с ход, что с долгого сидения за фурой обогнать вообще не проблема. Ну, и подвеска, надо сказать, что в той тряске, которая была на одесской трассе, виновата не столько подвеска, сколько одесская трасса, так называемая. Потому что здесь обычная дорога, где встречаются ямы, набуевый асфальт, то же самое гребенка, но отрабатывает подвеска нормально, ехать комфортно. Поэтому, в целом, подвеска и соревнования, я скорее доволен чем-либо. А вот штативом, который все время пускается, я точно недоволен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я родился и вырос в Херсоне, но уже переехав в Киеве и прожив там 10 лет, узнал, что в 30 километрах от Херсона есть самая большая пустыня в Европе, Олешковские пески. Решили не терять времени даром и на Соренто поехать, посмотреть, что там за пески, и поснимать там машину. Правда, оказывается, надо 5 километров ехать по грунтовке, поэтому машину все-таки можно было не мыть. Но зато она чистая. Даже будет некоторое время, пока мы туда не доедем. Проверим заодно подвеску Соренто на грунтовке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Найти въезд в Олешковские пески оказалось немного сложнее, чем я себе представлял. Хотя меня предупреждали, что там военные полигоны, так просто не проедешь. Но тем не менее, откнувшись в КП один раз, потом в другое КП второй раз, мы все-таки въезд нашли. Военные еще такие ребята, они очень вольно оперируют понятием дорога. Понятно то, что для них дорога, для меня не проездное место. Ну и вот сейчас мы доехали, наверное, максимально далеко, куда стоит заезжать на Соренто, при всем моем уважении к его внедорожным способностям, дальше походим пешком. Потому что засесть в 10 километрах от трассы, имея из тягловой силы в своем распоряжении только 11-летнего ребенка, у меня особого желания нет. Продолжение следует... В целом за рулем Соренто мне очень комфортно, но видно, что машина делалась для Америки и для водителей, наверное, среднего и выше возраста, и, соответственно, средней и выше комплекции, потому что кресло просторно. Если мне бы набрать килограмм двадцать, тогда я в нем чувствовал себя бы идеально. Однако боковой поддержки маловато, если начинаешь там закладывать какие-то пиражи, то хотелось бы держаться крепче. Ну и в целом я люблю, когда сидение плотнее обнимает. По настройкам тоже все, что нужно есть. Все электрическое, есть память на твоих водителей. Здесь боковая поддержка не регулируется, регулируется только валик поездничной поддержки и в отдельности регулируется высота подушки сидений. То есть одна опция – это просто кресло вверх-вниз, и вторая опция – регулируется высота валика спереди. Еще бы, конечно, чтобы совсем было хорошо, еще бы было здорово, чтобы выдвигалась немножко подушка вперед, тоже в дальних поездках. Это очень приятная опция, но чего нет, того нет. Когда-то решили остановиться еще наверху озера. В тот раз мы были там внизу, а сейчас подъехали к нему сверху. Вид здесь потрясающий, очень круто. А также есть троллей. По утверждению владельцев, самый длинный и самый скоростной троллей в Украине. 457 метров длина, 72 метра высота, максимальная скорость 104 км в час. Я эти все экстремальные развлечения не люблю, но, блин, круто. Можно было бы спуститься, правда, сейчас он еще не работает. Как-нибудь в другой раз. Будете проезжать на выезде из села Мегея, остановитесь на смотровой площадке, и посмотрите на само озеро, может, заходите и спуститься. Вообще, мне нравится. Внутренний туризм в Украине развивается, здесь всегда все было заброшено, никому на них надо было это озеро, если ее знали. А так, проезжая по трассе, никогда бы не заметил. Сейчас сделали такую цивильную смотровую площадку, со скамейками, с троллеем, с кафе, с развлечениями. И просто посидеть, даже передохнуть, купить кофе или водички с видом на озеро, очень круто. Конечно же, нельзя было не воспользоваться размером багажника Торреса, не нагрузить всякого доброго из Херсона, что отрадимен, что просто прикупить. Ну, багажник, тачка 7-местная, понятно, что багажник огромный, можно сюда паковать сколько угодно. Если же разложить сиденье, то от него останется вот столочка. Даже вот этот чемодан поперек не станет. Здесь еще под полом есть стыкдел для инструментов, есть запасное колесо. Круто, что у задних пассажиров, если будет 7-местная конфигурация, есть свое управление климат-контролем. Это часто, кстати, в 7-местных машинах. Вот в Орландо, например, сзади очень душно. Там есть вроде бы воздуховоды, но как-то они не очень работают. В Шевроле Орландо. Здесь воздуховоды с обеих сторон. Управление только справа. И еще классная фишка. Вот эти ручки откидывают задние сиденья. Я оценил это, когда возил велосипед на гонку. Ты подходишь сзади с вещами, открываешь багажник, и не надо бегать, открывать и закрывать сиденья. Ты просто потянул за ручки, сиденья откинулись вперед и получил ровный пол. Причем размер пола такой, что спокойно можно вдвоем кидать матрас и ночевать в машине. Вообще, я же не устаю повторять. В моем понимании сейчас для меня это идеальный семейный автомобиль. На заднем сиденье много места. Я спокойно могу сесть сам за собой. Места для ног более чем достаточно. Регулируется наклон спинок. Есть широкий подлокотник. Сам диван тоже двигается вперед-назад. В достаточно широких пределах распределяю место между багажником, пассажирами или между вторым и третьим рядом пассажиров. Доступ на третий ряд. Откидывается спинка вот этого сиденья. Можно залезть на третий ряд. И очень круто, я обожаю эту опцию, есть шторки на задних окнах. Чуть-чуть стекла, естественно, притонированы. Чтобы не тонироваться в ноль, задних пассажиров можно спасать от солнца с помощью шторок. Свои воздуховоды. Температура отдельно не регулируется, правда, климат-контроль двузонный. И, я уже говорил, сзади есть свой USB-порт и своя розетка для зарядки гаджетов. Нам осталось каких-то 30 километров до точки назначения, до столичного шоссе к 90-м, где мы оставим Kia Sorento, перегрузимся в Виесту и поедем домой. Самое время подвести итоги нашего путешествия. Мы отлично скатались с точкой Херсон, побывали в Олешковских песках, посмотрели с новой стороны и по-новому на Родонское озеро в Нидее. И, в целом, неплохо покатались. И, в последнюю очередь, благодаря тому, что ездили мы на Sorento, который полностью подтвердил мое о себе мнение, как большого, комфортного, классного автомобиля для семьи и путешествий. Финализируя итоги по расходу топлива, обратно, как обычно, получилось немножко больше. Средний расход от Херсона почти до Киева 8,7 дизеля на 100 километров. Ну, я ехал чуть побыстрее, плюс мы пригрузились овощами и фруктами, обгонов было больше. Поэтому нормальный результат, я считаю. Sorento хорош. Если ищете большой кроссовер, обязательно к нему присмотритесь. Он, как по мне, стоит своих денег. Конечно, миллион с лишним гривен – это много, но, с другой стороны, если вы посмотрите на конкурентов, такого же размера, в семнестных конфигурациях, они стоят, как минимум, не меньше. У него есть все, что нужно современному автомобилю. Из таких вот клевых опций, возможно, еще бы стоило добавить панорамную крышу или люк, но это на любителя опция. А так, в целом, я даже не знаю, чего мне бы здесь не хватало. По-моему, все есть. Путешествуйте, смотрите Украину. У нас много очень красивых мест, мимо которых мы часто проезжаем, не обращая на них внимания. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. И пока, до новых встреч. Здорово.